Ну, Газпром это не единственная крупная компания, которая работает в Якутии. Есть еще всемирно известный алмазный гигант Алроса. И недавно новый президент компании Андрей Жарков встретился с главами муниципальных образований Мирненского района, руководителями организаций, депутатами и общественностью Мирного. О чем говорили, узнал Руслан Фаткулин. Зал полон, все в ожидании. Если с большинством руководителей компании Алроса новый президент уже успел познакомиться лично, то представители муниципальных и общественных организаций, а также депутаты, увидели его впервые. Первым словом взял заместитель главы района по финансам Георгий Башарин. Он рассказал об основных социально-экономических показателях. После этого президенту показали презентационный фильм о Мирненском районе. Климат, численность населения, культурная жизнь – обо всем было рассказано в наглядной и понятной форме. Далее выступил Решат Юзмухаметов. Он рассказал Андрею Жаркову о тесном сотрудничестве между Мирненским районом и компанией Алроса. А также затронул проблемы, которые требуют скорейшего совместного решения. И так получилось, что главной темой обсуждения стало жилье. В частности, снос ветхого и аварийного. Андрей Жарков отметил, что это направление работы, конечно же, будет продолжено. – Однозначно мы будем работать, но мы, естественно, рассчитываем на то, что это будет совместная работа с Республикой, с Мирненским районом. На сегодняшний момент нам нужно использовать все механизмы, которые дает государство, предоставляет. Бесспорно, компания помогала и будет помогать. Но я уверен, что мы найдем компромисс и с правительством Республики, и с руководством Мирненского района. И поэтому будем двигаться по пути совместного софинансирования этих программ. Однако просто снести старые дома – это полдела. Следующий шаг – строительство нового жилья. Президент затронул и этот вопрос. Что касается строительства, вы знаете прекрасно, что мы инициировали сейчас строительство и дома для наших сотрудников, где мы предполагаем, и вели переговоры, и ведем переговоры с нашими сотрудниками, использовать ипотечные программы, которые в настоящее время предоставляются и банками. Намереваемся строить общежитие для наших сотрудников. В процессе строительства находится детский садик, также в городе Мирном. Встреча шла недолго, но каждый имел возможность задать вопрос президенту и высказать ему свои пожелания. После этого рабочая группа отправилась в объезд по городу для осмотра социальных объектов.